В Counter-Strike 2 вышло большое обновление, добавили сразу две новые карты, бомба теперь стала спиннером, курицы теперь умеют плавать и CSGO делают подобие фейсита. Сейчас я обо всем расскажу и покажу в этом ролике. Не забудь поставить лайк за такую оперативность. Погнали! Ну что ж, мы впервые на Анубисе и я опять же вижу просто нечто. Очень красивая картинка. Как же они играются с этой графикой, как же красиво это выглядит. Но прикол в том, что большинство всех этих красивых картинок позволяет делать именно освещение. Освещение это очень важно. И Valve это поняли. Так, давайте посмотрим, как выглядит вода. И не просто так. Все потому, что тут появились плавающие курицы. Так, давай, лети. Плыви, плыви. Пошло добро. Смотрите, за ним идет волна. И это еще не все. Мы тоже плаваем, от нас тоже идут волны. Смотрите. Какая же красота. Я как будто играю в Far Cry. Как же они классно это делают. Игра по-настоящему стала чем-то новым. И если посмотреть вот в этом же месте скриншот из CSGO, я думаю 90% людей выберут именно эту игру. А еще изменился звук падения оружия в воду. А если что, то потяжелее. Боже, звук стал громче. Я не просто так перешел за терров. Сейчас я вам покажу. Очень странную вещь. Я нажимаю на кнопку F. И я могу осмотреть бомбу. И ее крутить. Это настоящий спиннер. Вы только посмотрите. Так, я вот не знаю, как ее закрутить. Это я делаю впервые. Спиннер, спиннер, включись. Я не знаю, как включить эту анимацию, но вот как она должна... О, вот. Видели? Красота. Теперь хоть какой-то прикол с бомбой бегать есть. А сейчас будет то, что мало кто мог вообще ожидать. Внимание. Сейчас я кину молотов в воду, и он не разгорится. У меня опять нам... Так. Это что такое? О, вот. Видите? Видимо, здесь все-таки еще есть земля. Но там он не может разгореться. Мне кажется, это скорее всего баки, и скоро молотов, и зажигательная граната не будут никак гореть в воде. Какая красивая карта. Господи, вы только посмотрите. Опять же, ничего по сути не изменилось. О, работает. Понятное дело, это пофиксит, но за такое смелое решение просто респект. Давайте просто побегаем по карте, покажу вам, как она выглядит. Когда вы будете смотреть мажор, когда вы будете смотреть большие турниры, вы просто будете впечатлены этой картинкой, насколько это красиво. Опять же, изменения здесь только в текстурах, в освещении. Ничего нового здесь нет. Давайте сейчас переместимся на Ancient и посмотрим, что изменили уже на этой карте. Как же это красиво, вы просто не представляете. Ай, просто жуть. Как же красиво все-таки смотрится картинка в помещениях. Как фильм какой-то, вот посмотрите. Как мне это удается, господи. Пока не вижу изменений по карте, вижу только, опять же, фиксы по текстуре и освещению. Какой же кайф, посмотрите. Но вот, знаете, моментами кажется, что очень пересвечено. Вот я не особо сильно вижу, что происходит на ката-спавне. Они очень яркие. Но в помещении, господи. Все можно простить. Кстати, очень интересный момент. Осталась всего одна карта, и все, по сути, карты будут готовы. Речь идет про Инферно. И у нас есть информация, у нас есть какие-то картинки, что Инферно кардинально изменился. Не так, как эти карты Ancient и Anubis. А что-то глобальнее. А пока я буду искать в поиске карточку в матчмеке на Anubis, я вам скажу так. Ребята из CSGO спалились. Они делают новую систему премьера. Появятся мировые рейтинги винрейта. Появятся новые, скорее всего, ранги. И отдельные, типа, фейсит в CSGO. Скриншот у вас на экране. Очень интересно посмотреть на это. Сможет ли это бороться с фейситом? Не знаю. Все зависит от античита. Любые проекты, которые сейчас создаются, типа фейсит, они все прогорают. Потому что античит это очень важная штука, которую многие забывают. Кстати, есть еще один очень интересный момент. Valve спалились и, скорее всего, они делают свой тренировочный день. То есть, если новый игрок заходит в игру, то ему предлагается играть с ботами, либо с игроками. Но в тренировочном варианте. То есть, как в пабге, где ты играешь в матчмеке против ботов. Они делают все, чтобы игра стала популярнее. Они делают порог вхождения гораздо проще. Так и должно быть, потому что игра никак не обучает игроков. Если вам интересны новости про новые CS2, то вы можете их читать в нашем СМИ, который называется Retain. Телеграм-паблик есть в описании этого ролика. Подписывайся и будь в курсе всех этих обновлений раньше всех. Кстати, если что, я этот ролик записываю в Армении, в городе Ереван. Все дело в том, что я поехал сюда посмотреть фильм Barbie Open Gamer. Кстати, мой отзыв есть в Телеграм-канале. И взял с собой на всякий случай камеру и микрофон. И вот, камера и микрофон на месте. Я реально прочувствовал тот момент, когда Valve сможет сделать обновление. Поэтому, если вы еще не поставили лайк, буду очень рад. Потому что я в 4 утра делаю что-то в кибер-клубе в Армении. С тобой был я, Эрик Шоков. И до следующего ролика. Пока. Только не забудь подписаться, чтобы не пропускать новые ролики. Пока.